Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Весь мир живет Твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Да, прогулялись мы всего не знали Чуть не вряблись Еще хорошо, что тетка милицию не вызвала Ага, на тебя-то в Остапе Барбе Кто нашим девчонкам В чужую хату сучил Да еще и деньги Как за свою взял Когда тетка появилась У меня чуть сердце не остановилось Представляешь? Ночь, музыка Стоим, танцуем Тут как рябки Поворачиваюсь И она стоит Я в соседней комнате Сам от смеха чуть не прав Да, парни Запомнился мой первый самоход Пора завязывать Экстремального любви Так, ну что же твои подружки-то Все спят да спят Наверное, их и будить пора Не надо Ой Неужели? Мариночка Ох и спать вы с Ольгой гораздо Смотрите, девоньки Мужики таких с плюшек не любят Доброе утро, тетя Люба Только я не Мариночка Я Оля Мариночка спит Да? Ой Ну прости меня, пожалуйста, тетка У меня такое бывает А Анжелочка у меня труженица, да Она мне уже и воды наносила И корову подоила Да А вы все спите Ну ладно, иди садись Давай, чай пить Сейчас только Маринку разбужу Марина Просыпайся Это я Дима Красильников Вставай, ты все проспишь А можно вот с этого момента чуть помедленнее? Вставай, ты все проспишь Да нет, ну с Димой Красильников Доброе утро Доброе утро Ох, девоньки И завидую я вам Такие вы молодые, беззаботные И женихи у вас симпатичные Да Да Особенно он у Анжелочки Только пугливый какой-то, стеснительный Он как меня увидел вчера, покраснел Так до самого ухода слова и не промолвил Ну ладно, ладно, стеснительный Это даже хорошо, Анжел Хорошо Да, только за такими Глаз да глаз нужен А то таких-то в первую очередь и уводят Что? Да А вы не смейтесь, не смейтесь, девочки Будете спать до обеда Ваших еще раньше увидят После завтрака на прогулку Как обычно Гулять будете у Дома культуры Да, а что? Да так просто Мам, ну договаривай уже Ты никогда просто так ничего не спрашиваешь Я сегодня утром за молоком ходила Встретила тетю Веру Да, она, кстати, тебе привет передавала Спасибо Ну и что же, тетя Вера? Так вот она сказала, что видела тебя вчера с одним молодым человеком В этот мило прогуливались у Дома культуры Потом он тебя пошел провожать до аптеки Я поняла, что тетя Вера не только видела Но и не поленилась проследить за нами Я могу знать, кто это? Конечно можешь Ты позвони тете Вере У нас тебе вышли досье Тоже мне шпионка нашлась А если серьезно? Это был Игорь Мам, и не надо устраивать спектакли Я уверена, что тетя Вера тебе обо всем рассказала Уж кого-кого, а Фирсова она знает превосходно И где же вы с ним встретились? Случайно на улице Случайно Представь себе, мам, случайно И такое иногда бывает А еще, если ты не знаешь То мы случайно с его женой рожали в одном роддоме И представишь, когда мы случайно встретились У нас случайно нашлись общие темы для разговора И так бывает Что ты завелась? Я задала тебе нормальный вопрос Который на моем месте задала бы любая мать Когда речь пошла о человеке Который так себя повел с ее дочерью А как он себя повел? Ты забыла? Я ничего не забыла Вижу То есть морочит девушке голову три года Она ждет его из армии Он возвращается и машет хвостом Мам, хватит! Ты мне уже это все высказала Высказала? Но в первую очередь я бы высказала ему И выскажу, если его встречу Я разбужу его совесть Разбудишь А пока ты разбудила внучку Становись! Верно! Вольно! Вольно! Ну что, практиканты Еще раз хочу вам напомнить О невозможности существования такого понятия, как теория Без необходимости практики Как мне передал майор Блинов У вас сегодня состоится занятие по тактике на практике О, кажется, полярник стихами заговорил Разговорчики! Сегодня на тактическом поле вы будете оттачивать все свои навыки и знания Осторожно, люки закрываются Следующая остановка тактическое поле Команду гончар Есть! По машинам! Ну и где он сейчас? Кто? Игорь Мам, ты опять? Просто интересуюсь, не хочешь, не рассказывай Женат, работает на скорой помощи Дочка ровесницы нашей Маши Имя не знаю, имя жены тоже Еще какие-то опыта будут? А живут где? Без понятия Ну я имею ввиду, с родителями или без Мам, ну откуда я могу это знать? Ты думаешь, я его об этом спрашиваю? Ну я же не знаю, о чем вы там разговариваете Разговаривали Если мы и говорили, то только о детях Да и виделись мы всего 20 минут Дошли до аптеки, все купили и разбежались И поэтому на радость и ты потратила столько денег Мамульчка, ну что я делаю не так? Нет, 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 все так шикарно мы жить стали Две пачки дорогущих подкусников Присыпка в два раза дороже, чем та, которой мы пользуемся Я видела такую Марфины, знаю, сколько она стоит За один поход в аптеку потратила всю сумму денег А денег в нашей семье, моя пенсия и Машина пособие Мама, во-первых, я на ребенке экономить не собираюсь Если сэкономлю, то только на себе, а не на Маше Во-вторых, Степа обещал перечислить деньги со стипендией А что касается подгузников, то там была акция Одну пачку покупаешь, а другая в подарок А это тоже в подарок? Это... это мне Игорь посоветовал купить Сказал, что очень нужная и практичная вещь Эту чашку... Ну, меня смущает, что стоимость покупок в аптеке Гораздо больше той суммы, которую ты брала с собой Мамочка, ну я же тебе говорю, там были скидки А Игорь к этим скидкам не имеет никакого отношения? Мама, все, хватит! Меня сочертело слышать имя Игоря в нашей квартире Ну-ну Скидки, скидки Скидки Знаю эти скидки Ну что, товарищи поступающие Хотя правильно вас назвать, почти поступившие Экватор позади Осталось два экзамена Засыпаться сейчас, когда вы всего в двух шагах От высокого звания Курсанта-кремлевца Обидно И неправильно Поэтому сегодня соберите все силы И, как говорится Ни пуха, ни пера Есть Спасибо Черт Не понял Это еще что такое К черту Вы еще трижды через левое плечо сплюнете Запомните будущие курсанты Настоящий кремлевец К черту Посылает врага во время боевых действий А не напутствующего командира Еще раз Будущие курсанты Высшего военного Командного училища Ни пуха, ни пера Есть Вот так-то лучше Направо На экзамен Шагом марш Макаров Я, товарищ министр Ты остаешься здесь Суворовцами Поскольку они нас экзамен не сдают За ними традиционная уборка расположения Где сейчас суворовцы? Проводят уборку на территории Молодцы Так закончат Сразу расположение И чтоб порядок был Есть У суворовцев всегда порядок Свободен Как на рот эти кольца пускают? Может, табак не тот? Ага Или рот трубочками складываешь Все на экзаменах парятся А у нас перекур Прикинь, пацаны Вот так вот Все четыре года Ага Угу Сейчас физику сдадут Еще один экзамен И все, а На КМБ вместе будем пахать Да мы свой КМБ уже отпахали по полной В Суворовском три года И что ты предлагаешь? Пусть шкалеры учатся автоматы собирать А с Воросом Законный опуск Ну ты твердской фантазер Ладно, пацаны, погнали А то сейчас сержант прибежит Спросят Почему в курилке, а не с веником Спросят Спросят Урна в курилке что, для красоты стоит? Товарищ сержант А к этому мы просто не попали Да вы попали Вы как раз очень хорошо попали Значит так, куряги Собрать все бычки И подмести курилку Так точно И советую вам с курением не особо У нас здесь за здоровый образ жизни Понятно? Поехали А царев здесь при чем? Наказание по факту Он свой бычок еще не выбросил Или ты тоже собираешься Мимо его выбросить? Никак нет Вот, правильно царев Так и надо А вам будет урок Не свинячить там, где живешь А все, вам 10 минут Потом вас жду в расположении Понятно? Так точно А еще суворовцы Нет, пацаны, правда Я в Урну хотел попасть Ага Тверской молодец Ничего не скажешь Мигом сообразил В какую сторону повернуться Мангуст хрена Ага С окрасом хамелеона Ладно, давай за работу Так, девочки Ну давайте Вы доедайте, доедайте И сейчас обедать будем А Обедать? А что? А потом будет полдник А потом ужин А потом поздний ужин И все Прощай, фигура Господи Да ладно вам Ешьте Все свое Домашнее Вот масло тетка моя сама делала Я у нее вчера гостила Когда это Ну как это сказать-то Ну в общем Когда вас в доме обнаружила Ну что это, Люба Ну мы вроде извинились Уже Да ладно, ладно, Анжела Ну я же не про то Я только не пойму Ну что за мужик Вам дверь-то открыл? Ну он ключ достал Мы думали хозяин Ну ключ Тут все знают Где у кого ключи лежат Тут же все Друг другу кум-сват Хоть бери Называй деревню Кума-сватовка Черт, Люб Он еще с нас Аж 500 рублей содрал Ой Да ты что Да Вот гада Что же ты у нас За жучар-то такой завелся Я не знаю У него какой-то Знаете Старый-старый велосипед И коса такая вся перемотана С синей изолентой А еще он на багажнике Вез целый мешок Травы какой-то Колька Два ведра Что? Колька два ведра Я ему устрою А почему два ведра? Да была у него история такая Он в колодце ведро утопил Полез доставать И второй утопил Руки крюки Тетя Люба Ау, вы дома? Зой, дома Зой, проходи Тетя Люба Я что пришла-то? Ой Здрасте 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 Из Москвы Приехали к своим женихам Кремлевцам А это Зойка Моя соседка А у меня тоже Парень кремлевец Да? Как зовут? Гена Гена Варнава Может знаете? Гена Варнава Так он с нашими В одной роте же А так он значит Парень тебе? Ну, как парень Так повстречались пару раз Один раз у нас Когда на него Наши уколоцы напали А потом в Москве Зой Ты знаешь что? Колька два ведра-то выкинул Куда выкинул? Куда выкинул? Он им сдал мою хату Взял пятьсот рублей И смылся Вот гад Да А у нас на прошлой неделе Спер дождевую бочку На металлолом Вот гад Молодец Ну, знаете Я все равно рада Что он нас именно В этот дом привел Конечно И не так уж и много С нас денег взял Ну, дело-то не в деньгах А в поступке Ничего Ему еще аукнется И наша бочка И ваш шестьсот рублей Ну, Зойка Свой человек Ну, давай Зой, будешь с нами чай пить И мы заодно Обсудим Как мы этому Прохиндию Индийское кино Сейчас устроим Что? Какое кино? Индийское кино Месть и закон Все убрали В курилке чисто Пока не вижу В смысле? Вы все убрали? Парни Ну, а доклад где? Товарищ младший сержант В курилке убрано Докладывается уровень скрашов Вот Теперь вижу, что порядок С курилкой разобрались? Теперь с расположением Влажная уборка От и до Вопросы? Товарищ младший сержант Опять нам расположение убирали? Третий день подряд? Выходят кадеты везде крайние Парни Ну, вы же на экзаменах Не паритесь Ну, мы кадетку закончили Нам везде зеленый свет должен быть Вам и так зеленый свет Пока они там на экзаменах Мозги в клубах заворачивают У вас тут реальная боевая задача Обнаружить врага При обнаружении уничтожить Ясно? А кто враг? Враг самый, что ни на есть Злостный Грязь, пыль, мусор, короче Ну, задача ясна? Так точно Вот и отлично Царев за главного Будет отвечать за операцию Есть Пойдем оружие дам Оружие? Ну да, ты как хотел Операция боевая Поэтому и оружие боевое Реативные швабры, все дела А вы пока разведайте обстановку Под кроватями Смелей Да В курилке соскочил Один из шаши Летут он за главного Одним словом Из земляки Чую дверь похуже Сицилии будет Доброе утро Ага Доброе, доброе Ну как устроились? Хозяйка как? Нормуль? Нам нравится А вы молодец Неплохо-то На пятьсот рублей И сориентировались В наше время Начали Не я-то Кто-то другой Был Да Я с хоть надежные руки Еще благодарить будете Да Она тетка хлебосольная Что есть, то есть Вы нам можете Кому-нибудь посоветовать Кто умеет петь? Петь? А вам зачем? Ну мы же кино снимаем Вот у нас в начале фильма Народная песня Сами как-нибудь певцов ищите У нас тут все горластые Знаете Куда ни плюнь На певца попадешь А сабли После третьей А вы случайно не поете? Я? Да Нет Не пою А че? Ну ничего Вы нам помогли И я вроде как к вам С благодарностью Ага Да мне такая благодарность Как заяц стоп-сигнал Ну Зря вот так Подумайте Все-таки мы солисту пять тысяч платим А статисты из массовки По тысяче рублей Пять тысяч? Не, ну за пять тысяч Это я сам смогу спеть Да? Ага Так приходите к нам на кастинг Куда? На просмотр Ну а ты же посмотрите Как вы поете Ага, понятно А я вот так вот сразу взял И купился, да? Это вы, барышни, будете В Москве своей задрипанной Народу лапшу вешать Что студентки За пять тысяч рублей За подрать глотку плачут Здрасте, дядь Коль Здрасте Девушка Вот я пришла Как вы просили Молодец Знаешь, мы все-таки подумали Что у тебя слишком высокий голос Так что только в массовку Ну ладно В массовку так и в массовку Так Раз, два, три, четыре, пять Вот держи Угу Жаль, что не прошла Ладно, тысяча рублей тоже деньги Конечно Вам еще что-нибудь нужно? Так вот баритоны нужны Никак найти не можем Ой, тоже мне нашли проблему Я вам сейчас этих баритонов Столько приведу Только успевайте отчитывать Серьезно? Да Смотри, побежал И кого она вам приведет? Да у нее же по всей семье Медведи стадо пушам проехались Давай А если спеть, так я могу И баритоном, и этим, как его Так хоть кеннерем Да Так надо посмотреть Не, а что смотреть? Что смотреть? Вы у любого спросите А я ведь не только еще пять А я еще и на гармошке могу Да Не, не много правды И вот Зойка вернется, она подтвердит Ну хорошо Приносите гармошку Посмотрим? Посмотрим А не надуете? У вас пока надуешь, лопнешь Да? Да Вот Держите А что так мало-то? А потому что вы человек ненадежный А Остальные потом Потом? Да И переодеться не забудьте Да, я понял Я мигом Только вы это Смотрите Если кто судится Значит баритоны Вы скажите, что баритоны уже нашли Причем баритон с этой С гармошкой Ладно Все, я пошел Да, парни Так вы здесь до конца лагерей все драйвить будете Вон и порядок Слышь, порядочный Это ты где-то лазишь А мы тут корячимся Да, царь Слышь, сержант на троих боевую задачу сообразил Так что давай-ка впрягайся Вообще-то он меня старшим назначил Субординация парня штука тонкая Я здесь, чтобы командовать Да плевать я хотел Командир нашелся Это ты в Суворовском можешь из себя старшего корчить А здесь все равны Понял? Так то, что ты рябку в зубы и вперед Что ты вы борзеете, парни? Слышь, а ты нас на страх-то не бери Если тебя в Тверском не учили, что суворовцы помогают друг другу Это двои проблемы А это теперь ваши проблемы Ты что, охренел, что ли? Сейчас языком все вылежишь Ты сейчас сам здесь все вылежишь А Панов поможет Ну все, царь, он начал Мы тобой полы вымрем Парни, вы что, охренели, что ли, а? Встал сюда! Двое на одного Это мы у вас в Суворовском учили? Свой-своего дожили Убрали эти сопли на полу Бегом! Еще раз увижу подобные танцы Лично каждого припечатаю, ясно? Так точно Царев, за мной Из-за чего поцапались-то? Да не на нашу Тверской огнали Ну и что, сразу петухами друг на друга полетели? Они сказали, что Тверской это ПТУ И что-то мучаются одни уроды Правильно то, что Суворовского обиды не дал Вообще руками не маши А то залетишь на поступление Лычек на погонах не увидишь Товарищ младший сержант Максим Что? Зовут меня Максим Можно просто Макс Меня Саня Я спросить хотел На Замкова здесь кого ставишь? Ну либо служивых, либо суворовцев Вот у нас на данный момент Прохоров замком взвода Ответственности, конечно, хватает Но и плюсы свои имеются Ну, списки на увольнение Начальство уважает А если ей приспичит позвонить То тоже можешь у него телефончик стрелять А с телефонами здесь всегда так сложно? Вот такие тут правила, брат Надо привыкать Все новые правила Мне бы просто родным позвонить бы Они же волнуются, что да как Ну ладно, на, держи Нам тут типа тоже нельзя прежде Но это служебный Позвонишь, лично мне дашь Спасибо Я это, я сейчас Что ты сейчас? Расположение убрано? Нет Ну, а что ты меня смотришь? Бегом убирать! Есть! Товарищ офицер Курсанты на позиции Ну, как думаешь Артур Вениаминович Справится? С темой занятия разобрались Тактические приемы отработали Почему бы теперь не закрепить на деле, а? Внимание! Слушай вводную Атаковать линию обороны противника Штурмующая группа Командир Гончар Группа прикрытия Командир Сухомлин На позиции закрепиться и ждать дальнейшей команды Задача ясна? Да, ровно! Внимание, взвод! Я штурмующий Сухомлин Докрывающий В атаку За мной! Внимание! 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 Вперед! Космон, рацию! Товарищ майор Главный Штурмующий Гончар Укрепленная позиция противника занята! Внимание! Занять оборону И выставить боевое охранение Есть! Ну, как мы сработали? Низиально, конечно Но задача выполнена Так Командский, Варнава Я Боевое охранение Есть Слушай, Гончар Давай я Брайон, обещайся Ты что, хвостыми ранила, что ли? Да нет, я просто Я просто живот не хватил Еще с самого утра Ну, тут глядишь с вами Еще приятное с полезным Ну, давай, только ты Аккуратнее совмещай А то все видно с вышки За дерево Ага Вперед! Так, Ковнацкий, отставим Варнава Я Брагин Боевое охранение Есть! Товарищ офицер Товарищ подполковник Личный состав первой роты Проводит занятия на тактическом поле Командир первой роты майор Губский Вольно Я видел, как отрабатывали Ваше мнение, Валерий Викторович Но, вообще-то, показатели неплохие Товарищ подполковник Понятно Каждый кулик свое болото хвалит? Нет Правда Ну Боевая задача выполнена Линия обороны занята Противник уничтожен Тема усвоена Усвоена Ну, это мы еще посмотрим Охранение выставили? Так точно Слушай новую вводную Прорыв танковой группы противника С какой стороны, товарищ подполковник? Самый неожиданный, товарищ майор Самый неожиданный А вот теперь Держите экзамен Нальчар А че это там дурин тычет? Дэн Брагин, нам совсем плохо На ком ухо танки! Танки! Че тут там? Там танки Товарищ майор Товарищ майор Впереди танки По фронту танки Откуда они взялись? Может они маршрутом ошиблись? Внимание, взвод Прорыв танковой группы противника Занять оборону Занять оборону Они прямо на нас Занять оборону Внимание! Говорит командир батальона Подполковник Боткин Что делать, сержант? Вас учили в течение года Отражать танковую атаку противника А вот на сколько вас научили Я отсюда сейчас наблюдать буду Есть! Твою дивизию! Твою дивизию! Слышь, кончер, че делать-то, а? По полю бегать Так, взвод! Слушать мою команду! Занять оборону! Танки! По фронту! Седы! Правый! Локутин! Левый! Красильников! Центральный! Готовы? Красильников! Готовы! Огонь! Ура! Ура! Второй подбит! Товарищ подполковник! Две цели поражены из РПГ! Первая и третья машина выведены из строя! Есть! Красильник! Да не говори подругу! Новый годный, товарищ майор! Третий гранатомет дал отказ! Гончат! Третий гранатомет дал отказ! Есть! Все красиво! Выведу их гранатомет! Третий гранатомет! Третий гранатомет! Третий гранатомет! Третий гранатомет! Ну что ж! Неплохо! Неплохо! Стой своих орлов! Наших орлов! Товарищ подполковник! Уверенный ваш батальон! Ну что ж майор! Команду по строению курсантам! Пойдемте, товарищ майор! Нет! Получай! Ухренеть! Угодишь! Ладно! Пойдем! Ну что парни! Последний рывок! Высшая математика станет понятно хуй из хуй! Блин! Пока это станет ясно, моих предков Кондратий хватит! Идиотское правило с телефонами! Не позвонить, не сообщить! Я б сейчас подруге за любые бабки позвонил бы! Слушай парни! Есть вариант! Сержанты дают позвонить за пятьдесят рай! Понял? Мне давали, я звонил! Ни хрена себе! Пятьдесят! Не хочешь, не звони! Слышь! Слышь! На, вот! Держи! Жди! Нехилый бизнес у наших сержантов! Сегодня рота показала в общем неплохие результаты! Но это не значит, что надо расслабиться! Подтверждением тому сегодняшнее вводное с внезапной танковой атакой! Бой это не театр! И противник не будет раскладывать программки концерта перед боем вам на брусвере! Вы должны быть готовы к любым неожиданностям! И сегодня я увидел, что над готовностью еще надо работать! Товарищ подполковник, но ведь справились же! Справились! Но могли справиться лучше! И не устраивать панику при появлении танков! Командуй майор! Смирно! Вольно! Командир батальона высказал свою позицию! Теперь моя очередь! И я скажу! Молодцы! Особенно на танковой атаке! Не растерялись! Но есть одно дно! Курсант Брагин! Я! Команды бляха-муха танки не существует в уставе! Отставить смех! Есть команда танки! Товарищ майор! Да он хотел было крикнуть леопарды! Но получилось то, что получилось! Хо-хо-хо-хо-хо! Макс! Слушай! Дело есть! Говори! А можно мне телефон еще раз позвонить? Царев! А? Ты начинаешь наглить! У нас тут так не принято! Да нет, нет! У меня тут... Понимаешь, ситуация у меня... У меня сестра в больницу улегла! Что случилось? Я не знаю... Мать поехала узнавать! Мне как раз телефон нужен, чтобы позвонить, понимаешь? Ну, держи, только не спались! Стой! Да, не вовремя сегодня Макаров нарисовался! Не успели царю по короне настучать! Спокойно! Даст Бог поступим! Поговорим с ним по душам! Хотя, если у них туском все такие гнилые, сложновато будет! Их там, кроме Макарова, целая шобла! Ничего, прорвемся! Глянь, кто идет! Так, парни! Кто первый на очереди? Такса не изменилась? Такса не я устанавливаю, это сержанта мутит! Только тихо и недолго, понял? Нормальные сержанты, бабки руды! На ровном месте! А этот че суетит? Ну, как че? Он уже у них доверенное лицо! Им-то че светится! А так, по-землячески! Эх, я бы сейчас тоже домой звякнул! Да хоть тебе с этим уродом связываться? Слышь, Царев! Ну? Мне бы тоже домой позвонить! Порядки, очередь! Не помешаю? Дима Васильевич! Артур, заходи! Кто кончается? Да? Ну и как там наш? А ты за кого? Я? За кого? Да мне, собственно говоря, все равно! Это у нас коптеры! Болеещик, ЦСКА! Да! Ага, а я так! Смотрю, когда делать еще! Копки за ЦСКА болеют? Ага! Спасибо за информацию! Будет о чем! С товарищем полковником поговорить! Ясно, что сегодня вас погоняли! Да уж! Не знаю, как мои курсанты, а я на сегодняшней танковой атаке полжизни потерял! Ну что? Ну, не знаю, ну смотри, блин, какая-то помеха! Не футбол, а мучение прямо! И откуда она идет? Можешь не крутить! Мобильная связь! Какая еще связь? Ну, простая! Судя по тому, что ни ты, ни я по телефону не разговариваю, кто-то из твоих архаровцев не сдал! Нет, не исключено! Мы все сдавали перед экзаменом! Ну, значит не все сдали! А судя по помехам, телефончик где-то рядом! Можно проверить! Ну, как тут проверишь? Сейчас телефоны вон, размер спички и карбок! Способов? Валентин Васильевич, множество! Но самый действенный запрячь двух сержантов! У тебя как раз есть такие! Макаров и он, Прохоров! Пусть службу тянут! Можно? Да! Конечно, проходите! Марин! Еще один человек пришел на прослушивание! И отметь, пожалуйста, в финансовом отчете, что выдано аванс! 100 рублей! Угу! Ну! Давайте! А что давайте? Ну, пойте! Что, прямо здесь вот? Нет! Можете на крышу залезть! Капец! Здесь, конечно! А... А что петь? Ну, я не знаю! Спойте что-нибудь этакое, народное! Народная русская песня! Слова народные! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Стенька в Англии дача везде! ПЕСНЯ 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 Товарищ майор, Сержант Прухоров по вышелу приказами прибыл! А где Макаров? На хвост дворе! Сейчас пойдем! Ладно, передашь ему наш разговор! Прухоров, а как ты считаешь, мобильный телефон на войне нужен? Мобильный? Да нет, наверное! Хороший ответ! На любой вкус! И да, и нет, и наверное! А вот я считаю, что у мобила куча плюсов! Представь себе! Ты воюешь, а вдруг девушка позвонила! А ты, командир, сказал, мол, я отойду на пару всех! Поболтал, поцелуй послал и с новыми силами в бой! Удобно? Цивилизация? Товарищ майор, я вас не понимаю! А вот я не понимаю, кто из сержанта допустил, чтобы в неврочное время кто-то из молодняка по мобиле ляс и тащил! Товарищ майор, мы проверяли, ничего нет! Рохоров! Вот это индикатор! И он только что мне показывал, что где-то рядом работает вражеский передатчик! Задача! Бофуна найти и а-та-та-та-та его по попе, чтобы остальным неповадно было! Ясно! Так точно! Выполняй! Есть! Товарищ сержант! А что вы ищете? Много будешь знать, царев, скоро состаришься! Тут в лоб хрен найдешь! Ладно! Мы пойдем другим путем! Своей милой сгоряча, подарил я москвича, только бесполезно, она в него не влезла! Все! Все! Спасибо! Спасибо! С песнями понятно! Понятно? Да! Как у вас с танцами? Станцами? Да! А что с танцами? Нормалек! Нормалек? Ну вот отлично! Вот и станцуете нам! А что, прямо вот здесь вот? Да, под музыку! А какая музыка? Вот такая! Ну давай! Ну давай! Все! Достаточно! Поете вы гораздо лучше! Правда? Да! Тетя Люба! Ну что, напел он на 600-то рублей! Ох, напел, голубчик! Ох, напел! Все! Спасибо! Вы свободны! А вы что это, баба это, а? Ничего! Теперь я с тобой побеседую! Я тебе сейчас все и выдам! Да-да-да-да! А ты только задави низыркой, низыркой! Нет, у меня! Ты куда навылился? А ну девчата закрой, скажи! Эй! Ну ты куда пошел? Ну ты чего, мать? Я тебя сейчас и мать, и пи я мать! Ну ты, нет, ну я, я, я! Я тебя сейчас и вылазну! Да я ж... Да я ж теперь сейчас... Ай! Что ты прицепилась-то, эй! Ты это... Чай с имбирем ты когда-нибудь пил? Только название слышал! Зря-зря! Чертовски хорошая штука! Мне тут недавно рецептик дали, а я, как говорится, подсъел! И бодрить не по-детски! Да, держи! Пей пока я добрый! Пахнет вкусно! Спасибо! Ну чё? Как там? Загнал молодняк, сержант! Вроде того! Товарищ капитан, а вы можете со мной секретом поделиться? Как вы меня тогда в лагерях вычислили? Ну, сани! А-а-а! Хм! Помню, помню! Да как? Какой тут секрет? Дырка-то в заборе, они все известны! Нет, я про мобильник! Это чё? Среди молодняка птица Говороша завелась? Так точно! Ну, её как-то можно вычислить? Ну, можно, конечно! Ну, вообще, Прохоров, это секретная информация! Ну, так и быть, с тобой поделюсь! В общем так, есть два способа! Первый достаточно простой! Надо все рыбные места патрулировать! Ну, ты их сейчас не хуже меня знаешь! Он, конечно, простой, но достаточно муторный! Пока все закоулки там обшиваешь! А вот второй технически сложнее! Но зато эффективность 200 процентов! Радиопелень называется! Товарищ капитан, а можно у вас пеленгатор доложить? Ну, взять на прокат? Ого, как тебя припекло! Вообще, Прохоров, ты молодец! Что за дело так берешься? Хм! Ладно, дам тебе рацию! Ну, только смотри, чтобы вернуть целости и сохранности! Да, еще! Самое главное! Запеленгованного товарища-то сразу не расстреливать! Себя вспомнил год назад! Ты это, поговори с ним! Ну, донеси идею порядка училища! Язык-то он до Киева довезет! Хотя в твоем случае это Ногинска! Ладно, сейчас быстро пройдет! Импирь-то он целебный! Вот он ты, родной! Так, ну и кто у нас тут такой разговорчивый? Одну секундочку, Ольга Сергеевна! Курсант! Курсант! Ты... Это что за мускарад такой? А? Здесь что сегодня? День радиолюбителя? Вы виноваты, товарищ подполковник! Я... Ну, новобранцев радиодела учил! Так иди учи! В казарму, Макаренко! Ходят тут, понимают! Совсем обалдели! Извините, Ольга Сергеевна, я не вам! Это тут по долгу службы! Да! Ага! Алло, прием! Эу! Радистка Кат, хэнде хох! И на выход! Вылезай, вылезай! Или ты не слышишь меня? Молодежь! Вам что, не говорили, что телефон задавать надо? Или, может быть, у вас с Уорском так принято? Правила нарушать! Аппарат на базу! Так я считаю до трех и начинаю применять силовые методы! Раз! Два! Не понял! Откуда у тебя этот телефон? В смысле, товарищ сержант? Вы же сам нам ее удали! Кондрашов-то совсем двинулся! Когда я себе выдавал? Ну, не вы лично, а вы сержанты! Я же все оплатил, с чем проблема? Так откуда? Ешь твою! Так, в расположение, бегом марш! Давай, давай, еще бегомее! Дела! Ну что, вкусный ужин был? Ну как вам сказать, товарищ сержант? Это вы пока не цените курсантского счастья! Ничего, сейчас КМБ пройдет, вот тогда и поговорим! А сейчас все в расположении, готовимся к завтрашнему экзамену! Макар! Можно тебя на секунду? У тебя осталось? Да, задача у меня для тебя нарисовалась! Значит, смотри, да, но... Мобильный телефон одна штука, сержанта две штуки и новобранца много штук! Кто-то из сержантов сдает этот мобильный телефон за деньги новобранцам! Внимание, вопрос! Кто из сержантов это делает, если сержант Прохоров никому мобильный не сдавал и только сегодня узнал об этой занимательной математике? Прохор, ты че? Да ничего, Макар! Не ждал тебя! Макар! ПОДПИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»